МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфира программа новин региона. У студии Олена Мельшанкова. Витаю вас сегодня в выпуске. Первые районы сто тысячники на Жневе у Могилёшини перосягнуты новый рубеж. 80% школ Могилёшской области отримали по шпарты готовности. Осиповецкие лесы зараз населяют Амальпау тысячи зубров. За 20 год их популяция повеличилась в 30 разов. На Жневе у Могилёшини перосягнуты новый рубеж. Шкловский район на ранницу 17-го. Жневня первому в области намолотил 100 тысяч тонн сбожа. По информации Могилёшского Аблсельгасхаршу, миновито в Шкловском районе на селитнем Жневе склалася самая высокая средняя урожайность – 52,5 центнера из гектара. Урочистости с нагода такой значной падеи не только для района аллеи в области, как первые 100 тысяч тонн на молоту, ладили на сбожа такой экспериментальной базы «Спартак». Сюда и запросили керавников всех сельских господарок Шкловшины. У знагороду за добрую працу отримали усе. Нареча наибольший важкий унесок у Агульной Каравая в Шкловском районе зарабили предприемства Александрийская, Говяды, Агра, Амкадор Шклов и Газовик Сипакова. Вклад ваш в урожай нашей республики Беларусь. Молодцы специалисты, молодцы руководители, руководство района сработали в 2016 году при закладке азимных культур. Яровой сел провели, уход за посевами. И как результат в Шкловском районе очень серьезный, крепкий урожай. Шкловский район так само вызначился и двумя экипажами-четырехтысячниками. Это экипаж Виктора Мельто и Виктора Якутина. На сегодняшний день республика Беларусь намолотила 6 млн тонн зерна. Уборка продолжается. И ваши 100 тысяч тонн, как не есть замечательный результат в этот каравай. Анализируя ситуацию оставшихся хлебов, хочу подтвердить с полной ответственностью, и что тот хлеб, который нам с вами предстоит убрать в течение 5-6 дней, очень большой и серьезный. Задача наша с вами убрать его без потерь. У Вогуле уборочная кампания на Могилёшине близится до завершения. Аграры региона убрали с палетки вболь за 74% нового урожаю. Собрано 840 тысяч тонн збожа при средней урожайности 35 центнеров с гектара. Бойную парту шампиньонов затримали оперативники Могилёвской мытни. До адресата не доехали 15 тонн грибов. Супрацовники отдела по боротьбе с контрабандой и администрационными мытными правопорушениями припинили грузовик, який ехал в Российскую Федерацию. Специалисты проверили документы и выявили, что это и несоправдное. Машину спинели, груз затримали и накировали на часовое заховывание. Согласно законодательству, грибы общей оценочной стоимостью 85 тысяч белорусских рублей изъяты. На транспортное средство, переводившее товар, наложен административный арест. Могилёвская таможня иначе административный процесс по признакам части 4 ст. 12.17 Кодекса об административных праворушениях Республики Беларусь. Лёс Грибов вырешит суд. Специалисты мытні не выключают, что ГТ-шампиньоны худко накируют в гандлёвую сетку. Ганна Лапо, Сергей Карпяков, Миколай Соболев, Новины региона. 550 литров продукции, якая отримливая спирт, перевозил Бобруйчанин. Автомобили Мерседес-Бенц поняли супрацовники ДАИ, экономичная милиция, податковая инспекция у Бобруйску. По информации правооховника, у кузове и у канистрах находилось 400 литров подозронной ваткости и 300 бутылек горелки. По данным факте проводят проверку. По словам правооховника, водителю погрыжает администрационная отказность. Восинский призыв пополнить рады беларуской армии на 1300 юнаков с Могилёшины. Распочался набор громадян на терминовую военную службу и службу резерве. Восинский этап призывы будет должиться сажнивня по листопад. Дарышев в осенне призыв на терминовую военную службу накировали коля 1200 юнаков Могилёшины и амаль 150 хлопцев были заличены на службу резерве. У военкомате удокладнили, что заявок на альтернативную службу по кульне зарегистровано. Дарышев, как отзначили в областном военном комиссариате, проблема так званых уклонистов по кульце остается актуальной. Например, в осенне призыва маль 170 юнаков спробовали позбегнуть призыва. Зараз у Односинах до их проводится проверка. 80% школ Могилёвской области отримали по шпарты готовности. Специальная комиссия и представитель отдела по надзвычайных ситуациям санэпидемичных службам мясовых выконкам на переддень нового научного года проводит традиционный мониторинг. У школах рабили косметичный ремонт, набывали технологичные обсталевания, необходную меблю, посуд. У 12 научальных установок зарабили капитальный ремонт. У Бавруйским районе акцент рабили на подведении горачей воды, обновлении санвузлов и душевых в спарты уных залах. У Тялужской школе, что у Бавруйским районе, яшче пахнет фарбой. У некоторых помешканьях размещают новую меблю. Кабинеты оформляли зуликам, какую дисциплину тут будут выкладать. Например, кабинет замежной мовы не сблытый ж ни с чим. Я им показываю, рассказываю, дети, посмотрите, вот это Биг Бен. А вы знаете, что такое Биг Бен? О, ну это же часы. Ну, здесь начинаем рассказывать им информацию, что на самом деле это не часы, а дети, как же это так? И, в общем, вот такими вот интересными загадочками дети увлекаются и начинают изучать. Кабинет русской мовы и литературы оформили усты ли литературной гостёвни. Энциклопеда Пушкина на полицах не просто так. Одна со сторонок гистории вёски Тялуша связана с унучкой поэта Натальей Воронцовой-Вильяминовой. Ребёнок приходит, говорит, что я бы хотел ознакомиться, либо здесь сесть, либо взять домой и запросто с родителями полистать стихи. Потому что здесь сборники, есть стихи и произведения целиком, а есть отрывки. Яугин Давыденко перейшёл у 10-й класс юнведы, як выглядая родная школа, залежить и адвучню. Я прихожу каждый субботник и помогаю облагораживать участок, саму школу, а также дежурство в конце дня. 1-го вересня у Тялушской школы чекают 124 навученца. Многие будут с 10-ти суседних вёсок. До речи, большесть школ Могилёвской в области оптимизована минавито в Бобруйском районе. 25 навучальных установ за опушние 18 годов. У нас в 13 учреждений общего среднего образования и в 7 учреждений дошкольного образования района организован подвоз 11-ю школьными автобусами. И охват деревень существенный, бывает и от 5 до порядка 11 населённых пунктов. В двух учреждениях образования у нас даже два школьных автобуса, для того, чтобы подвоз был организован своевременно. У новым навучальным годе школьников чекают одновленные подручники. Наприклад, подручник по физице для 7-го класса больше иллюстрованы. А значит, и темы будут больше наглядными. Хотела бы особо отметить именно букварей для наших первоклассников. До этого у нас букварь был одного автора, Анатолия Клышки. В этом году для русскоязычных учреждений образования автор Теринова. По традиции, у День ведов каждый первоклассник отримает книгу «Подаронок от президента Республики Беларусь». Всё ли это у подручника «Беларусь, наша родимая» изъявился электронный додаток. Алина Соловьёва, Виталий Алексеенко, Новины региона. Квесты, флешмоб и интеллектуальный штурм. С новыми подыходами данного чая небеспечным поводинам и профилактики правопорушений в детячо-оздоровленный лагерь «Мара» приехали правоохоуники Бабруська. Про то, как прошло корыстное свято, расскажет Ангелина Дикун. Весёлые гульни, обовязковая физкультура, сценичные выступления. Катя Лебедева, шестый год, на каникулах приезжает в этот лагерь. Ей подобается и отпочинок, и махчимость пополнять свои жизнёво важные веды. Приезжают к нам часто и МЧС, и милиция, рассказывают много чего интересного, и мы много чего всегда узнаём. В этом году я научилась пользоваться огнетушителем и попробовала его на практике. Традиционными стали и гульнивые квесты правоохоуников. Гэтым разом, супрацовники от Рады милиции особого призначения инспекции по справах неполногодовых тестировали школьников на ведыне законов. Какого возраста наступает административная ответственность? Какого возраста наступает уголовная ответственность? За что могут поставить в инспекцию по делам несрешнолетних на профилактический учёт? За какие проступки могут плохого подростка направить в учреждение закрытого типа? Как не стать фигурантом криминальной справы и что означает проблемный подлеток? Дорослые обмерковывают разом с детьми. Проблемный подросток – это тот, который по ночам не находится дома, крадёт, ругается. Нельзя матами ругаться, нельзя воровать, биться с друзьями, и обзывать нельзя их. Нагадали детям такие элементарные и такие життёво необходные правила по воде на унодорогах. Было несколько случаев выезда на пешеходный переход, не спешившись. Дети не смотрят ни налево, ни направо. Выезжают на пешеходный переход на велосипеде, быстро появляются на дороге. При этом водители не успевают принять какие-то меры для предотвращения ДТП. Завершилось свято-ведово, основу безпеки життя и законопослухмяностей, вознагаруджением лепших и флешмобом. Ангелина Дякун, Иван Боровина, Вины регионы с Бабруску. 20 лет тому в Осиповецких лесах появились первые зубры. На территорию района их привезли из Беловежской пуши. За этот час популяция увеличилась омаль в 30 разов. И на сегодня эта популяция в Беларуси развивается наибольшь динамично. Подробности в следующем сюжете. Зубры занесены у Червоную книгу. Ториторию Беларуси их постоянная популяция населяет только с 1946 года. У Могилевской области зубры не сустракалися до 1997-го. По коль у Осиповецкий район не завезли некольки особен. В Осиповецком районе это место вольного поселения зубров. И впервые они появились в 1997 году. Сюда на нашу территорию района было завесено 15 зубров. И вот это в Могилевской области это единственное место вольного их поселения. Цяпер на территории Осиповецкого района наличвуюсь больше за 400 зубров. Только летось народилися 50 зубранят. Ареал их проживания больше за 60 тысяч гектаров. Гэта маль полова района. У нас проводится комплекс биотехнических мероприятий. Это подкормка, создание полей. А учет производим зимний период методами учета, касающихся копытных животных. Зимой концентрация идет на сельхозполях, либо на наших подкормочных площадках. Два-три больших стада. У тутейших лесах зубры отшувают себе добра. У подтверждения той факт, что осиповецкая популяция другая полику после Беловежской. Ирина Бродзеловская, Александр Артемьев, Новины региона. Магиревские ромесники декоративно-прикладного мастатства створили коллекцию оденья с белорусского льна. И на первых международных показах завоевали высокие узнагороды. Причем споборничали с профессийными модельерами предприемства легкой промысловости. Обычные льняные бусики. Правильно? Это обычные серьги, которые в любом случае, они меня ничуть хуже не сделают. Правильно? То есть они дополняют, скажем так. У Союзе майстров Беларуси могилевские ромесники Светлана Тимошенко и Светлана Парховченко вядомы, як майстры цвязаня крючком. Белорусские узоры яны выросшили скомбиновать зыльном. Упрыгожили коллекцию аксессуарами так сама зыльна. У першиню яе показали у Смоленску на международном конкурсе дизайнеру у номинации «Этностыль». И одразу стали абсолютными переможцами. Объявили, что мы взяли гран-при за эту коллекцию. Нам было предложено сразу поехать с этой коллекцией в Москву. На открытый конкурс молодых дизайнеров на призы Союза дизайнеров Москвы. Это подстегивало к тому, что мы не зря этим занялись. А потом нам предложили поучаствовать еще в Ивановской области. Город Плес – это льняная палитра, где Вячеслав Михайлович Зайцев – председатель. На конкурсе у Иванове даже нашей коллекции додали и мужчинскую вопротку пословых майстрыц. Идею по шиву сучасных одене с национальным колоритом выношивали амаль 10 годов. Идеи были того, что хотелось что-то сделать вау. То есть свое, скажем так. Не повторить чье-то, а все-таки свое. И, например, вот за эту коллекцию мы спокойны настолько, потому что я знаю, что я нигде ее ни у кого не украла. Ни у Дольча Габана, ни у Юдашкина. То есть это наше. Мне приснился ночью сон, я вот это вот увидела. Вот я его проснулась, нарисовала, и я его воплотила, сделала. По словах модельеру, опошним часом люди усе частей текавятся сучасными речами с национальным колоритом. Теперь майстрыцы працуют над новой коллекцией и комбиновать лен будут с макраме. Андрей Шуляк, Татьяна Сергеевич, Виталь Вопсю, Новины региона. Два представники Могилевской области выступят на Сусветной летней универсиаде. С поборницей пройдут в Тайване и начнутся в эту субботу. Лепших вызначать в 24 видах спорта. За узнагороды позмагаются 11 тысяч атлетов со 130 краин. Наш регион представит студентка Могилевского державного университета имя Аркадия Куляшова Дарья Навумова. Она выступит у тяжкой атлетыцы. Так само отправился на Гольни и студент Беларусько-Российского университета плавец Микита Цмых. Самые актуальные новины Могилевшины так само можно увидеть на сайте tvrmogilow.by. А я с вами развидуюся. До встречи! Продолжение следует...